Виктор Томенко – первый кандидат в губернатора Алтайского края, который принес в избирком документы для регистрации своей кандидатуры на выборы. Прием документов начался с сегодняшнего дня. Виктор Томенко признался, что намеренно сделал этот шаг как можно раньше, чтобы быстрее начать избирательную кампанию и рассказать жителям о планах по развитию края. При приеме документов у нас будет осуществляться видеонаблюдение, мы вас информируем. И, соответственно, в процессе приема документов будем проверять то, что вы представляете, а именно сверять количество подписей, представленных со списком лиц, поддержавших вашего движения. Виктор Томенко предоставил 527 подписей в свою поддержку. Это максимальное количество для представления в краевой избирком. Действующего губернатора поддержали депутаты от Единой России, Справедливой России за правду, КПРФ, а также других партий и беспартийные из 69 городов и районов региона. Среди них представители уважаемых профессий – врачи, учителя, строители, промышленники, предприниматели. Причем максимальное число подписей Виктор Томенко собрал в довольно сжатый срок, поэтому благодарен всем. Все мы друг друга давно и хорошо знаем, вместе работаем. Вместе проходили сложные времена, вместе достигали нынешних результатов развития всего нашего края и отдельных его муниципалитетов, и вместе строим планы на будущее. Другие участники предвыборной гонки пока не закончили эту деятельность. Кандидаты «Справедливой России за правду» Евгения Боровикова, Сергей Булаев от ЛДПР, Сергей Маленкович от «Коммунистов России» рассказали, что впереди у них больше недели для активного сбора подписей. В активной фазе процесс у Елены Хрусталевой от партии пенсионеров и Виктора Нагайцева от «Зеленой альтернативы». Кандидат от КПРФ Мария Пурсакова сообщила в своем телеграм-канале, что на 17 июля ее штаб собрал больше 300 подписей. Владислав Вакаев от «Новых людей» оценил процесс сбора успешным, а Владимир Кириллов от партии «Зеленые» признался, что получил уже половину подписи от намеченного. До дня «Х» остается меньше двух месяцев. Выборы стартуют 10 сентября. Анастасия Дороган, День с толком.